Из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери, передается опыт и мастерство народных умельцев. О том, как рождается ремесло, в следующем материале нашего корреспондента из Харуты. Мы больше всего... Легким движением руки в свет выходит национальный узор для будущей паницы. Светлана Михеева настоящий мастер своего дела. Все вручную, никаких швейных машин. Все так, как учила ее когда-то мама. Вот сейчас вспоминая свое детство, мама нам замачивала с вечера камусы, пока норму свою не выделаешь ни на улицу, ни в кино, никуда. И поэтому потом уже, когда всему научишься, уже ты просто творишь, и тебе это несложно. Самое главное, чтобы тебе это все нравилось. Если не будет нравиться, вот этого ничего не будет. Светлана не только мастер, но и наставник. Накопленные опытом знания передает будущему поколению. Преподает технологии в школе поселка Харута. Учит девочек буквально всему. От заготовки сырья до различных техник выполнения. Чтобы как бы заинтересовать, даешь пока легонькую работу. Вот даже вот такие маленькие бурочки, вот видите, да? Он как бы и сувенир, и так же как бы одевает куклу. И поэтому тут смотришь, смотря какой мех. Если это пыжик, это пыжик, ну это олененок маленький, да? Он у нас, значит, легкий, мягонький мех, и они начинают с легкого. Ну а потом, если мы уже шьем тапки, если мы шьем уже заготовки, ну вот эти бурки, тогда, конечно, уже сложнее получается. Все зависит от меха. Лисичку тоже очень легко шить, она потому что мягкая, норку тоже очень легко шить. И поэтому они смотрят. Если их заинтересовало, они, конечно, там не будут смотреть. Сложно, несложно, им хочется это сделать. От рукавичек до традиционных национальных нарядов. Юные мастерицы умеют практически все. Здесь все у нас натуральный мех и сукно. Декорировано все национальными узорами. Непозволительно скрывать свои таланты, поэтому Светлана выезжает на различные конкурсы, показы и праздники. Мастерицу своего дела приглашают на мастер-классы и семинары не только в Наринмар, но и на Большую Землю. Вот это у нас куколка участвовала в Москве. Сейчас я победила, значит, была победителем. Она выиграла первое место, как же, забыла, как конкурс называется. Сокровище Севера. Вот, и полностью весь наряд, начиная с обуви, значит, шапка национальная и меховая такая паница. Светлана не стоит на месте, постоянно придумывает новые образы и изделия. Ненецкие узоры украшают не только традиционные костюмы, но и новые аксессуары. Чехлы для телефонов, флешек, косметички, сумочки и многое другое. Участвовала у нас тоже в конкурсе в подиуме, ну, с комплектом. Шьем вот такие, как шапки-капор, но тоже уже немножко на современный лад. Ну, это хорошо, когда вот на Новый год, еще куда-то, да и так можно носить. Старым методом на новый лад. Теперь декор одежды стал еще более занимательным. Светлана Михеева увлекает учениц своими идеями. В 2019 году делали мы подиум, проводили подиум. Вот, и, допустим, вот на тех изделиях, да, вот видите, да, мы уже декорируем современную одежду, декорируем. Вот, паница тоже в современном стиле. Дальше изготовляем сувенирчики из тоже бросового материала, чтобы было и недорого, но в то же время и приятно было смотреть. Прикоснуться к искусству, посмотреть работы Светланы Михеевой жители региона смогут на ежегодном празднике Бурандей, который пройдет в эту субботу, 20 марта. Елизавета Кабанова, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Крута.